Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карты рак в лозотмении. Сегодня мы смотрим инлайн расклад, который называется шокирующий поворот в вашей жизни. И к чему он ведет. Итак, у каждого свой поворот. Естественно, что бывают иногда такие резкие изменения жизненные, когда вы меняете свою жизнь кардинально, идете в другом направлении. Итак, смотрим, какой шокирующий поворот в вашей жизни, чего он касается. Так, смотрите. У вас появится треугольник в отношениях буквально в ближайшие 3-4 месяца. И в отношениях появится у вас второй мужчина. Сейчас свободная, одинокая, красивая, привлекательная, хитрая, умная. И вы, в принципе, знаете, как рассчитываете на то, что вы не будете фокусировать свое внимание на том партнере, который есть, который, например, может быть, тянет резину и на вас не женится. А вам четко нужен брак, семья. План есть, желание есть, движение есть. Как бы, да, остается что-то только вам для этого сделать. Вот, вы из пепла сейчас возрождаетесь. Так, уходят все ваши какие-то проблемы, заболевания. Вы понимаете, что мир меняется, социум меняется. То есть у вас есть цель переехать то ли в другую страну, то ли в другой город. И сейчас у вас четкая цель в этом году найти себе мужа. Да, и я бы так сказала, смотрите, вы не открывайте тайны своего рода. Вы такая умная, продуманная, с холодным сердцем. И вам нужен муж, да. У вас есть какие-то отношения, которые мужчина держит в тайне от своих родственников. А вы хотите четко уже двигаться к намеченной цели. Так, удача в любви вам сопутствует. Мужчины к вам прилипают. Мужчины достаточно денежные. И вы как бы дождетесь своего счастливого момента. В принципе, этот мужчина денежный. Но здесь такой момент, что вот вы сейчас смотрите так, кто вам больше предложит. Вот, вы такая эгоистка, умница, красавица, достаточно яркая. Вы считаете, что если вы поманите мужчину пальцем себе, вот, около ваших ног, у вас вот поездка здесь и выпадает, да. Поездка, которая приведет к браку. И вам карта говорит о том, что общаетесь. Общаетесь, вы как бы, у вас будет встреча с тем мужчиной, с которым вы сейчас. И встреча будет с новым мужчиной. И у вас будет очень даже неплохой выбор соперничества такое. Да, смотрите, к вам еще возвращается какой-то бывший партнер, такой яркий, темпераментный, помоложе у вас, с которым были закончены отношения. С которым произошла такая грандиозная ссора. А он для вас был и другом, и братом, и мужем, всем кем угодно. Пытался вами манипулировать. То есть, был такой вулкан страстей между вами, да, после чего началась гробовая тишина. И вы чувствуете, что вот он ваш родной, ваша кровиночка, да, то есть вам с ним было реально комфортно, когда вы только-только все это начинали. Но тогда произошло расставание после грандиозного скандала и после какой-то магии, которая мешалась. То есть, завели отношения высшей силы на том этапе в тупик, а вы на том этапе приобрели силу. То есть, прошли трансформацию, приобрели силу такую, да. То есть, вы сейчас умеете манипулировать мужчинами, как щелкаете орешки. Все произошло из-за соперницы. Вы к нему резко охладели. То есть, у вас включились мозги, чувства вытрелись. Вы там кучу проклятий ему навтыкали. И свалили, да. То есть, вы как бы не стали заморачиваться. То есть, любите себя любимой, уважайте и цените. Так, все у вас начинается тут с того момента, что обида затмила все ваши чувства, все эмоции. Вы закрыли все дороги. Вы даже не стали разбираться, ничего выяснять. Ушли с головой в работу. Работу работаете до ночи. Поздно ложитесь, рано встаете. То есть, вы как бы нашли отдушину. Любовь, конечно, это вещь хорошая. Но я бы сказала, что любовь хорошая, пока она на уровне влюбленности. Когда она переходит на уровень кармической любви, это похоже на сумасшествие. Так, смотрите, партнер за вами наблюдал, но как бы так из-за закрытой двери. То есть, он мог заблокировать все свои страницы, а и наблюдать, знаете, как бы из-за щелочки. Или в щелочку, скажем так. И видит, что вы такая императрица, умница, красавица. Вы без него не сдохли. Вы без него стали еще круче. Он стал попивать, злиться. Что, скажем так, потерял такие партнерские отношения. И сидит в иллюзиях, фантазиях. Пересматривает ваши видео, ваши фотографии, ваши совместные какие-то встречи. То есть, он очень сильно тоскует. У него есть сумасшедшее желание заполучить вас обратно, заманить. То есть, то, что он развалил, да, как бы ему пролетело бумерангом. Он все потерял, да. И вот он у вас на горизонте, прямо на горизонте. То есть, для вас это будет вообще шокирующая ситуация, когда он вылезет через несколько лет на связь, когда вы вообще уже забыли о его существовании, и вы не находитесь в других отношениях. Так, по высшему суду он не отработал кармическую ситуацию. И его задача сейчас выйти, знаете так, его выход театральный, чтобы попытаться вас завоевать снова, когда у вас есть уже хорошее отношение. То есть, он думает, что вот вы такую женщину, как вы, да, с тонкой душевной организацией, практически ведьма, он думает, что он возьмет в плен. Такой наивный чукотский юноша. Очень, конечно, у него много сомнений, и он миллион раз проговаривает вот свои речи, да, с какими он собирается там вылезать, потому что ему безумно не хватает вашей целительской энергетики, вашей женской энергетики, вашей вкусной энергетики. Так, он все это потерял. Так, смотрите. Он понимает, конечно, что вы подарок, что вы такая чистая, открытая, что выбор он свой сделал неправильно, что сейчас у него сумасшедшее разочарование. Привязка его к вам не закончилась. Ревность безумная. Финансовое безденежье. Кредиты всякие, ипотеки и так далее, у него на нем висят. Да, то есть такой ящик Пандоры придет, такой, знаете, человек с проблемами, с вагоном проблем. Так. Очень много он думает о вас, о сексе с вами. Просто, да, то есть лучше не нашел. Ищет он решение вопроса. Ищет он к вам подхода. И так, вы знаете, как бы хочет тайного подхода. Какой-то он как привороженный к вам придет. Я бы сказала, знаете, он даже, может быть, попытается на вас ритуал заказать, чтобы только вас вернуть. То есть у него, потому что у него прямо финансы, поют романсы. То есть без вас прямо деньги ушли, как песок. И, скажем так, его как бы мужская сила куда-то ушла без вас. Но он готов бороться за вас. Он не хочет вас никому отдавать. Он не хочет отпускать. Он настроен на борьбу. У него какое-то прям помешательство. Вот, или он сон увидел, или он понял, что единственная любовь в его жизни – это вы. А его как бы освобождение, оно ни к чему не привело. Знаете, он очень стал такой мягкий, податливый, внимательный, заботливый. И вот он, когда вот эту вот силу внутреннюю приобрел, мужскую, да, ему стало вас не хватать. Ну, в ваших глазах он вообще, вообще как бы уже по мерке, я бы так сказала. У вас уже новые перспективы, новые горизонты, новые планы и поездка. Вы уже вся, короче, едете к своему новому, там, принцу на белом коне. Единственное, что сейчас, пока вот вы не едете, вы сейчас играете с какую-то игру, да, то есть вы держите партнера на расстоянии, как бы, да, успевая какие-то свои дела делать. Вот пока вы тут что-то делаете, у вас вот сейчас нарисуется ваш ушедший поезд. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.